Преступление во имя любви. В столичном театре драмы имени Константинова состоялась премьера спектакля «Леди Магбет» Моценского уезда. Постановка стала дебютом на ежкаролинской сцене молодого режиссера из Костромы Станислава Голодницкого. Перед зрительным залом разыгрались страсти сродни Шекспировским. Роковая любовь, ужасное предательство, трагический конец. О тайных смыслах и о том, почему повесть, написанная свыше века назад, до сих пор находит отклик в сердцах зрителей, расскажут мои коллеги. Русский драмтеатр представил зрителю новую постановку «Леди Магбет» Моценского уезда. Для молодого режиссера из Костромы Станислава Голодницкого спектакль стал дебютным на ежкаролинской сцене. От республики Мариел в целом и от коллектива театра у него остались самые потрясающие впечатления. В постановке он воплотил смелые замыслы и позволил зрителю по-новому взглянуть на творчество Лескова. Это история любви, которая не щадит ни тех, кто любит, ни щадит тех, кто сталкивается вообще с этой любовью. Это история страны. Это 19 век, это практически отмена крепостного права. Это история наших душ, которые сталкиваются прежде всего с трудностями. И мы должны в какой-то момент времени приходить к какому-то определенному выбору, на какой стороне мы находимся. На стороне добра, света или стороне зла. «Леди Магбет» — это история роковой любви и трагедия. На сцене разыгрываются нешуточные страсти, а сродни шекспировским. Для театральной труппы эта постановка стала необычной и сложной. Каждый персонаж по-своему интересен. И практически перед каждым непростой нравственный выбор. Вначале, когда только сказали, что будем ставить Лескова, у меня сразу нет. То есть такое неприятие именно этого произведения. Но работать в нем оказалось довольно хорошо. Все-таки персонаж мне не близок. И с работой исследователей я знаком так довольно неглубоко. Но у меня история не такого уже состоявшегося следователя, а который только начинает карьеру и который принимает какие-то решения, которые необходимы для раскрытия дела. Иногда приходится и замарать руки, и что-то еще. И вот этот его, так сказать, моральный выбор какой-то — принять условия игры, либо уйти из профессии. Роль главной героини Катерины Измайловой исполняет заслуженная артистка Морел Юлия Охотникова. К Катерине у зрителя возникают смешанные чувства — сопереживание, ненависть, осуждение. Она идет на преступление, терпит плети и каторгу из-за любви к мужчине. И тем не менее, эта история пробуждает сочувствие к великой грешнице. Публика с восторгом приняла и эмоциональную игру актеров, и уникальные декорации, хореографию, и оригинальные режиссерские решения. На мгновение зритель прикоснулся к ответу на один из вечных вопросов — что такое любовь.